короче здорово пацаны решил я подключить все-таки выбор дать малюткам чтобы они могли выбирать и direct x 11 или direct x 12 потом и еще добавил вулкан для прикола посмотрим как будет все это себя вести вот я сейчас включил сначала direct x 11 сначала будем статично просто сидеть стоять на одном месте карта довольно таки тяжелая здесь огромный ландшафт много всякой растительности деревья вся фигня тени все стоит на высоких 2k разрешения и вот мы видим у нас 96 fps по минимуму там что-то 66 выдает процессор грузится но как-то непонятно на 25 10 30 что-то как-то крутится гп вышка у нас 99 процентов все довольно таки неплохо 8 ядер 8 потоков у меня процессор но вы сами знаете там написано вот за пока короче чё у нас тут 96 98 direct x 11 все довольно таки неплохо direct x 11 неплохо если запускать какие-то там старые игры либо четырех ядерные там старые точнее не игра видеокарты вот все довольно таки неплохо вот мы видим ну 100 100 100 90 80 ну там сложная сцена там он трава вся фигня вот теперь давайте посмотрим как у нас будет вести сеть direct x 12 сейчас сначала на всех на высоких посмотрим а потом все на низких посмотрим сколько максимально выжмется ну давайте на 12 direct x естественно надо будет перезапустить игру потому что без этого вообще никак ну окей сейчас перезапущу ну и вот у нас direct x 12 процессор работает вроде бы даже побольше 100 fps у нас стабильно выдает в таком вот кадре давайте повернемся в принципе он работает точно так же как direct x 11 но direct x 11 плюс его в том что можно включать его желательно на четырех ядерниках а direct x 12 желательно включать на многоядерниках в принципе результаты практически схожи но видеокарты 9 теперь не 99 она что-то как-то скачет вот короче как то так работает все неплохо но зато direct x 12 зато она у него есть всякие трассировки лучей ради трассировки там балдежа ну вы поняли ну давайте посмотрим как ведете вулкан ну и вот у нас вулкан не знаю почему так происходит у меня видеокарта не загружена полностью она работает на 70 процентов и процессор тоже очень слабо работает там на 15 максимум 20 процентов и выдает у нас 46 фэпосов не знаю почему так под вулкан наверное надо вручную все там делать дорабатывать но сейчас повернемся 51 50 48 вообще все работает все довольно таки плохо может быть на видеокартах от амд будет работать лучше я не знаю почему так я сравнил я смотрел разные тесты и вулкан во многих играх показывал хорошие результаты особенно на видеокартах от амд но в моей игре не знаю почему так но 48 процентов и почему-то не загружен полностью видеокарта еще на вулкане у меня нельзя выбирать разрешение скорее всего надо тут все полностью переделывать но вроде бы все технологии должны работать на дарект x11 не работала трассировка но не знаю на вулкане будет работать я кстати еще не пробовал нет на вулкане ничего не работает трассировка не работает окей вулкан для галочки я добавил мало ли кто-нибудь там видосы какие сравнительные может быть что-то я не то сделал но вот так вот оно все работает так ну давайте теперь посмотрим на самых минималках сколько мы сможем выжать не трогая разрешение давайте запустим дарект x11 все вот поставил на самый низкий единственное что я не стал трогать это разрешение текстур потому что ну блин смысл ну как мы видим дарект x11 65 процентов выдает 180 фпс у нас в этом кадре выдает давайте покрутимся 190 200 213 230 190 200 180 ну в принципе вот в этом кадре 180 где-то так давайте посмотрим дарект x12 как он нас загрузит там эту видеокарту полностью итак дарект x12 ну я конечно ожидал чего-то другого не знаю почему но почему-то 170 фпс по идее он должен хорошо обрабатывать многопоток и я что-то как-то даже не понимаю почему так опять видеокарта не загружена и процессор тоже но процессор кстати стал поболее загруженный но все равно какой-то результат не очень фпс как-то даже поменьше да вот мы покрутимся но до двух двухста фпс он не доходит а на дарект x11 почему-то доходило хотя по сути дарект x12 должен работать лучше я же вроде бы как тестировал много раз и под дарект x12 я все делал может быть у меня какие-то кривые опять руки вообще дарект x12 хорошо обрабатывает дров колы там с процессором и с видеокартой то есть вот этот лес он должен хорошо обрабатывать много разных объектов но как мы видим почему-то вот так ну для прикола можно попробовать вулкан ну и вот у нас вулкан ситуация конечно какая-то печальная вот у нас тоже видим максимум 100 фпс все как-то блин как-то печально с вулканом скорее всего в анриле может быть как-то он неправильно работает я хрен его знает ну ситуация довольно таки очень очень не очень я бы сказал но сейчас я вам покажу один прикол хотя нет прикола не буду показывать и теперь давайте посмотрим как у нас будет все это работать на ноутбуке 4 ядра 2 гигабайта видеопамяти и 8 гигабайт оперативной памяти hello модафака ну-ка давайте переместимся к ноутбуку решил короче я убрать чтобы троттлингов не было ограничить частоту до 1.6 гигагерц сжалки 1.6 и тут всего 4 ядра 2 гигабайта видеопамяти и 8 гигабайт просто памяти запись естественно идет с телефона потому что запись много жрет а видео захвата у меня нету итак используются вот такие вот настройки я выделил для текстур 1 гигабайт памяти ну естественно тут высокие средние высокие средние высокие средние но зато стоит сглаживание нового поколения там чуть ли не нейронные сети используются в кавычках ну а так все совсем я не выключал full hd и direct x11 ну сколько мы видим я не знаю на видео вам наверное надеюсь видно ну где-то 49 50 фпс сейчас возьму оружие так повернемся посмотрим 54 55 45 46 в принципе картинка даже уже не супер плохая но все равно вытягивает такую огромную карту это слабенький ноутбук и хорошо что я пофиксил этот троттлинг и теперь можно без троттлинга спокойно все и тестировать и играть но не суть ну вот 50 фпс да не самые низкие настройки не самые ужасные 2 гиговая видеокарта и в чем прикол процессор 1.6 гигагерц 4 ядерный в принципе в принципе 50 фпс прям держится если еще там поснижать настройки можно вообще ну потом я на самые низкие поставлю посмотрим сколько будет давайте перейдем к DirectX 12 ну вот у нас тут какая ситуация 46 фпс 50 47 44 ну где-то так повернемся 52 ну есть уже какие-то мини фризы и скорее всего ноутбук работает намного лучше с DirectX 11 ну результат на DirectX 11 был получше 40 фпс там то хотя бы 50 выдавало стабильно а тут 42 45 вот так вот ну давайте вулкан для приколов включим а ситуация очень неожиданная вулкан 10 фпс 10 14 15 очень все виснет 15 прям и какие-то идут пролаги я не понимаю почему вулкан так работает ребят вот 3 фпс 10 фпс ребят почему так объясните мне вулкан даже я потом короче сейчас не буду на низких даже проверять ну вот так вот он работает не знаю почему объясните давайте сейчас перейду в DirectX 11 выставляю все на самые низкие и будем сравнивать с DirectX 11 и 12 так извиняюсь что у меня нету сета мониторинга который показывает графики потому что он почему-то сжирает фпс на ноутбуке не знаю почему троттлинга нету но конечно фпс сжирает ну что мы видим ну 90 фпс 80 80 обычно держится 80 90 100 ну естественно тут конечно тут глюки все на низких поставил максимально низкий 90 фпс стабильно держится 90 100 90 100 ага 78 80 ну где-то так давайте попробуем DirectX 12 но вулкан пробовать я не буду DirectX 12 80 фпс 86 поворачиваемся 95 ну вот тут на DirectX 11 было вот в этом моменте было где-то 100 фпс тут вот до 100 подпрыгивает но все равно 90 90 90 100 90 100 88 87 86 81 77 76 71 92 83 72 ну если вниз смотрим где-то 110 120 потому что там нечего рендерить ну вот этот баг конечно надо будет посмотреть почему это какой же я вывод для себя сделал ну DirectX 11 все же неплохо но зато на нем можно запускать относительно на старых видеокартах на DirectX 12 у меня некоторые старые компьютеры не запускались видеокарты точнее ну вы поняли я хрен его знает я конечно не техно блогер какой-то там но в принципе 11 DirectX неплохой ну 12 зато предлагает всякие ретрейсинги всякие улучшалки и прочее вот процессор ну больше ну насколько я читал насколько я знаю это 12 DirectX хорошо обрабатывает много всяких мелких объектов и и вообще типа процессор должен нагружаться больше и больше должно быть выхлопа ну может быть я криворукий какой-то я там что-то надел но вулкан у меня работает вообще отвратительно хотя в думе и сравнивали в думе Eternal или в 2016 году в дум вулкан вообще охерительно себя показывал ну лично у меня почему-то вот так вот видите как скорее всего как-то от игры зависит как-то от разработчика зависит но я вообще все затачил по DirectX 12 я думал DirectX 11 вообще себя плохо покажет но он показался неплохо так что я его сначала отключил и вот буквально сегодня я обратно решил подключить DirectX 11 в принципе да но на минималках блин ну вот сами видите может быть я конечно не так как-то тест делал надо было все-таки сделать отдельный бенчмарк где камера пролетает и всегда фокусированная то есть и тут я что-то вертелся вот как тут максимум 158 фпс а тут 118 ну хотя я блин то вертелся кто так то так то есть не точно было но на минималках DirectX 11 намного больше почему-то выдает фпсов и видеокарта на 71% загружен на DirectX 12 59 кадр один и тот же вот кадры и все они одни и те же но про Vulcan вот 88 фпс на минималках и видеокарта 55% загружена блин и что-то я не понимаю вообще почему Vulcan так себя ведет объясните мне пожалуйста может быть каких-то инструкций не хватает может быть может быть все-таки я что-то делал не то ну вообще так интересно вот-вот был у меня такое вот сравнение но конечно колхозное сравнение не уровень техноблогинга и почему у меня видеокарта на 71% на минималках загружена я бы хотел вообще чтобы по 99 она была загружена ну скорее всего как-то надо еще эту решать проблему надо смотреть в чем проблема потому что это тоже нехорошо то что она 71% загружена если бы это была на 99 загружена тут наверное было по 250 фпс вот мазафака да ну вот такой вот мини тестик вот я вернул обратно DirectX 11 ну и вулкан добавил так что выбирайте себе по вкусу у кого будет AMD проверите когда игра выйдет проверите вулкан посмотрите сколько там я просто не понимаю почему так вот в Red Dead Redemption вулкан себе тоже охренительно показывал по сравнению с DirectX счета я не понимаю скорее всего надо реально как-то инструкции какие-то все это изучать но у меня нет на это времени я так вулкан добавил пускай будет короче вот ну спасибо вот так вот глянули все пока пацаны